Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Ольга Васенда. Смотрите сейчас. Сила, объединяющая общество. Ленинская районная организация «Бобруйска. Белая Русь» отметила 15-летний юбилей. Это подростковый возраст, а для организации это годы становления, это годы развития. Когда утверждят устав партии. Теневая экономика. Сотрудники ОБЭП задержали контрабандиста. Уже привлекался за аналогичное правонарушение. Что светит горе предпринимателю. С пылу с жару в парке культуры и отдыха встретили Масленицу. Весело, классно, вкусно. Как это было. А также государственный визит, плановые проверки и не чужие дети. Белорусы стали активнее усыновлять сирот. Сколько малышей обрели второй дом. Минск и Пекин одинаково смотрят на решение украинского кризиса. Президент направился с государственным визитом в Китай. Александр Лукашенко и Си Цзиньпин проведут переговоры в узком и расширенном составах. В центре внимания вопросы развития торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества. Реализация совместных масштабных проектов, взаимодействие в политической сфере, реагирование на наиболее острые вызовы в современной международной обстановке. Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан большой пакет документов. Планируется, что в Пекине глава государства также встретится с высшими должностными лицами КНР и руководством ведущих китайских корпораций. Обратно борт номер один отправится 2 марта. Легкие деньги или крупный штраф в Бобруйске задержали контрабандиста. Сотрудники ОБ постановили «Фольксваген». В салоне находилось 510 литров спирта. На товар отсутствовали необходимые транспортные и грузосопроводительные документы. Нарушителем оказался неработающий 40-летний мужчина. К слову, бобруйчанин уже привлекался за аналогичное правонарушение. По факту проводится проверка. Водителю автомобиля грозит административная ответственность от 10 до 100 базовых величин с конфискацией спиртосодержащей жидкости. Подобный случай произошел в начале месяца. 58-летний местный житель хранил в своем сарае 207 канистр. Так он хотел заработать. Тару с жидкостью попросил у себя оставить наглядно знакомый ему мужчина, который в качестве награды за услугу обещал подарить один контейнер с горячительным. Жадность обернулась крупным штрафом. Больше, чем общественное объединение, Ленинская районная организация «Бобруйска» «Белая Русь» отметила 15-летие. Юбилей объединил людей, для которых традиционные ценности, мир и созидание – основополагающие принципы, а защита государственных интересов – смысл жизни. За годы своего существования в ряды вступили более 2000 человек с активной гражданской позицией. Они участвовали в избирательных кампаниях различного уровня, стали организаторами многих добрых дел, патриотических и благотворительных акций. Для человека 15 лет – это подростковый возраст, а для организации – это годы становления, это годы развития, это те годы, когда в организацию вступали настоящие патриоты, те, кто хотел, чтобы наша страна была чистой, светлой и процветающей. Сегодня объединение – не только самая массовая организация страны, но и новая политическая сила. Это запрос времени. Ведь события как внутри, так и по периметру республики за последние годы показали – белорусам стоит сплотиться еще сильнее. Проект программы партии «Белая Русь» обнародован 28 февраля и вынесен на общественное обсуждение. Оно выразит интересы жителей Синеокой, главные из которых – поддержание мира и стабильности, создание достойных условий труда и права на самореализацию. Основной партнер – государственный аудитор и золотая рыбка. В Беларуси с марта вводится запрет на любительский лов щуки. Какой штраф? Громкие заголовки дня – далее в специальном обзоре. В республике до 3 марта проверят готовность системы территориальной обороны. По стране организуют теоретические и практические мероприятия с должностными лицами исполкомов и военкоматов. Проконтролируют и то, как хранятся запасы материальных средств. Особое внимание – подготовки военно-обязанных. Подобные занятия проводятся регулярно и носят плановый характер. Беларусь в 2023-м экспортирует сельхозпродукцию на 8,5 миллиардов долларов. Экономика республики не стоит на месте. Ежегодно открывается 7-8 новых рынков сбыта. Интерес сейчас к африканскому континенту, государствам Азии и Ближнего Востока, странам Дальней Дуги. Основным партнером по-прежнему остается Россия. Соседям уходит около 70% всех агротоваров. Беларусы стали активнее усыновлять детей. Только в прошлом году второй дом обрели 438 сирот. Это на 66 больше, чем в 2021-м. Всего на воспитании находится 12296 малышей, которые остались без попечения родителей. Сокращается и число интернатов. Плюс развиваются детские дома семейного типа. Сегодня их 309. Там живут 1864 ребенка. В стране впервые будут готовить государственных аудиторов. Обучение студентов пройдет на экономическом факультете Белгосуниверситета. 60% — это бесплатные целевые места. Плюс в 2023-м в БГУ появится еще одна новая специальность — кибербезопасность. Молодые люди получат образование в области радиофизики, компьютерных технологий, прикладной математики и информатики. В Беларуси с 1 марта по 15 апреля вводится запрет на любительские лов щуки. Охранные меры связаны с началом нереста, который начинается раньше, чем у других рыб. В это время хищник перемещается на небольшую глубину в поймы рек и становится беззащитным. За каждую незаконно выловленную особь нарушитель заплатит 333 рубля. Минздрав в ближайшие 2-3 недели ожидает улучшения ситуации с респираторными инфекциями. Сейчас страна пребывает в традиционном периоде эпидемического подъема. Распространению вирусов способствует неблагоприятная погода, поэтому медики призывают беларусов соблюдать все правила безопасности. COVID-19, напомним, уже исключали из заболеваний, которые представляют опасность для здоровья населения. Он был внесен в список в 2020-м. С тех пор вакцинировались свыше 6,5 миллионов человек. Если у вас после основного курса вакцинации прошло полгода и более, вы можете обратиться в свою территориальную поликлинику для получения бустерной вакцинации. Бустерная прививка разрешена детям и подросткам с 5 до 17. Проводится процедура каждые полгода. Можно в один день сделать укол как от коронавируса, так и, например, от гриппа. Интервал в две недели следует соблюдать, если это прописано в инструкции лекарства. Пышные не только блины, но и гуляния. В Бобруйске широко отметили праздник Масленицы, народные забавы, огненное шоу и сжигание чучела зимы. Развлечения в парке культуры и отдыха нашлось, пожалуй, для каждого. Елизавета Беляшова о главном призе и не только. В парке культуры и отдыха разворачиваются громкие проводы зимы с насыщенной концертной программой. Открыты аттракционы, ярмарка и фудкорт. Традиционное угощение – ароматные блины с начинкой на любой вкус. За масленичным лакомством выстраивается длинная очередь. Тут очень весело, классно, вкусно и, конечно, тут нравится. Я впервые на этом празднике, мне все очень нравится и хочется еще посмотреть, как и чучело сжигает. Гвоздь праздника – 12-метровый столб с петухом. Добраться до верхушки пробуют мужчины разных возрастов. Самому младшему участнику 20, старшему – 60. За подарки идет настоящая борьба. Виталий Сергеенко в подбурные аплодисменты уже не впервые забирает главный приз. Второй раз снял петуха, было сложно, но приятно. Проверить свои силы можно и с помощью перетягивания каната. Любители более спокойных развлечений ждут на аллее и забав. Здесь скоморохи приглашают поучаствовать в народных конкурсах. А возле сцены вместе с зажигательными ведущими танцуют и взрослые, и дети. Все так здорово, весело, только немножко холодновато. А так вообще все шикарно. Все попробовали, вот последнее мероприятие и пойдем греться домой. Все понравилось, и выставка чудесная, восхищены прямо. И понравилось, как петуха снимали. Самое долгожданное событие – фаер-шоу столичных артистов. Жители и гости города, затаив дыхание, наблюдают за фееричным обращением с огненной стихией. Зрелище поистине завораживающее. Финал выступления – сжигание чучела зимы. Считается, что пламя уносит все невзгоды прошлого и сулит богатый урожай. Елизавета Беляшова, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова